здравствуйте друзья у нас в студии гости гости у нас сложного жизненного пути можно так сказать со сложным жизненным путем зовут ее ну представляйтесь здравствуйте друзья меня зовут Олеся Олеся учится у нас тут будет тестировать программное обеспечение со временем так давайте может быть пару слов вы говорили что вы родом из Белоруссии или откуда нет я приехала из Ростова на Дону но у меня мама белорусская а мама белорусская живет в Белоруссии или тоже в Ростове нет нет они все в Ростовской области привет ростовчанам там братве там всем да так хорошо так вы образование какое получали в далеком двухтысяч на восьмом я закончила биофак в Ростове на Дону уже считаю 10 лет это что такое это биологический факультет какого института ростовский государственный университет он тогда назывался университетский хорошо так вы работали по биологии нет по научной стезе так вот и не по штукам получается пошли в продаже нет ну 10 лет получается мы очень много путешествовали с моим бывшим мужем свободное друзья очень много меняли место жительства если я примерно 20-30 городов вот это 10 лет у нас как бы сменилось я извиняюсь а сколько вы там жили месяц и поехали месяц да 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 три месяца где-то так в среднем очень часто но вы там работали или что вы делаете приехал на три месяца куда-то и что нет он ну конечно где-то мы задерживались подольше где-то там год-два в каких-то городах погоды жили он строительный то есть он ехал за объектами своими да 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 я вот как понял то есть за компашку ну так вы посмотрели Россию матушку да считаю всю часть до Урала где вам вот из всего что до Урала где вам больше всего нравится вот сейчас да конечно ну смотрите Белгород Самара хорошо это мои вот Санкт-Петербург естественно да в общем-то Россия она вся такая разная и вся красивая но вам больше я смотрю так больше теплые места нравятся там не считая Петербурга то ну я южанка хорошо но вы жили в Москве пять лет последние пять лет мы поехали в Москву ну как и все но уже не стали уезжать да уже там остались хорошо ничего нравится Москва или вот как Москва со стороны вот приезжаешь там откуда ты думаешь ну вот Москва там как кремниевой дарины все дорого там нет такого ну просто у Москвы такая особенность все кто туда приезжают остаются там потому что ну все как всегда можешь больше заработать то есть есть много возможностей да хорошо это дорогого стоит когда есть такие места есть масса стран друзья что некуда поехать кроме как из страны если пустят куда-нибудь за возможности хорошо значит как вы в Америку попали мы два года играли в Green Card Lottery на второй год мой бывший супруг выиграл ее со второго захода да а супруг он знал что вы там за него заполняете или вообще ему хотелось ну как сказать у нас даже можно сказать и мне особо не хотелось нам друзья порекомендовали мы даже не знали что такое есть так ну да знаете в московской реалии когда ты живешь у тебя по 15 часов работа в день и ты особо настолько не можешь смотреть ну запомнил и забыл запомнил да и забыл хорошо когда выиграли ну это был шок так ну а вы рассказали знакомым или подумали а вдруг они вас осудят скажут что вы не патриотичные какие-нибудь да вы что вы что мы сказали конечно все мы все были очень за нас рады выиграть Green Card у тебя нету пути назад ты должен обязательно воспользоваться этим шансом а то многие жалуются вот он кому рассказал теперь и стали с ним разговаривать нет нет такого не было это хорошо у вас хорошие друзья итак это была ДВИ какая это сейчас вам скажу ДВИ 16 наверное или 15 вот вы сейчас спросили уже вы уже два года здесь в 15 мы приехали да приехали в 15 хорошо то есть вы здесь два года как с 15 значит приехали вы и куда английского нет английского нет специальность непонятная специальности нет профессии нет профессии нет мы приехали ну вот просто так ткнули на карты и поехали в Чикаго ну там кто-то был? знакомый хотя бы? нет у нас никого вообще в Америке так на тот момент не было вообще никого и ну мы решили что надо ехать в большой город я извиняюсь у вас с собой было? на тот момент как раз доллар у нас два раза подскочил у нас было очень мало ну что там тысяч пять десять было? у нас три тысячи всего было ой 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 вдвоем вдвоем ну с другой стороны двое молодых там ну то есть мы приехали и муж по-английски ничего да можно сказать тоже ничего и сразу пошли работать естественно ну это момент который многих заинтересует многие думая о том как они попадут в Америку и как там будет все происходить радостно скажут а я тоже хочу приехать и сразу пойти работать оооо ребята ну не ну не давайте немножко вы раскроете ну теперь то я знаю теперь я знаю пройдя весь этот путь нелегким ну что хотя и все это говорят учите язык не надо сюда ехать у всех знаете таки на авось русский человек ой да выучу что я там не ну у вас не было английского а у меня был такой вот пре-пре-интермедиа такой даже не средненький что-то такое вот это моя твоя не понимает ну по телефону например первое время я вообще не понимала просто для меня это был ужас позвонить куда-то то есть предприятия на слов не было когда еще видел человека еще я вспоминаю как я не мог по телефону говорить ужасно это ужасное состояние ужасное вот это по пятому разу ты переспрашиваешь ты уже слышишь как даже американец начинает злиться это это ну ну хорошо английского нет как вы приехали и сразу на работу что произошло чтобы сразу и на работу поделитесь же все же хотят так в больших городах таких как нью-йорк чикаго ты можешь вообще попасть в русскоязычную локейшн где просто ты будешь десятилетиями а не заговоришь по английскому так вот но у нас мы не пошли по этому пути мы наоборот решили что нам надо обязательно где-то оказаться где нету русскоязычного в глубинку чтобы именно вот таким стрессовым методом учить английский в деревню в глушь в Саратове было тяжело да мы действительно говорили очень плохо но получилось так что ну вот так с переводчиками с гуглом не расставаясь вы приехали не в Чикаго вы приехали в какой-то пригороде да где-то 30 миль мы поселились считаю в мексиканском можно сказать районе подешевле было откуда вы знали о существовании мексиканского райончика да никак не знали просто крик лист то есть люди абсолютно вырванные так сказать из среды обитания хорошо приезжают люди вообще слоны свалившиеся берут крик лист находят квартиру в мексиканском районе снимают да на 3000 да просто мы знали только то что нельзя ехать в южные части Чикаго потому что это гетто гетто приступ да а остальных мы просто не предполагали ну хорошо приехали сняли жилье ну сразу тот же крик лист пошел помог сразу найти работу да что это было просто у мужа пришла через неделю ССН номер социального страхования без ССН вы ничего вообще не сможете сделать сначала нужно на него подать вот когда она приходит сразу идешь на работу и он смог сразу пойти а я целый месяц ждала за месяц естественно я чуть-чуть понимаю я уточню тут есть тонкость без номера социального страхования вам зарплату платить не могут потому что они должны сообщать налоговую службу но работать вы можете то есть юридически вы когда въезжаете в страну и в вашем российском паспорте там вклеена бумажечка и написано что эта бумажечка на год заменяет вам грин карту и что у вас есть право на работу то есть возникает вилка такая с одной стороны ты можешь работать у тебя есть право с другой стороны работодатель на тебя смотрит и говорит а как я буду налоги за него платить ну да ну нелегалы они же работают нет ну нелегалы мы же легалы мы же все равно платим так ну и что это было ну и получается он пошел в констракшн ну как и идут в принципе все такой работы много да там можно было и без ССН в принципе ну да да быстро он пришел а я как раз за месяц поняла что в нашем районе ну ближайший даже продуктовый магазин например такой русский был за 20 миль поэтому ближайшее что было это таргет это такой очень большой сетевой такой большущий магазин там шмотки инструмент и в общем я поняла что ну там я чуть-чуть может быть потяну язык и там не будет таких высоких требований там в принципе никаких требований не нужно ну если ты идешь просто с вещами например бэк ну в общем просто на полочках расставляешь супервайзинг это называется в России всякие там шампушки то есть расставлять по полочкам да 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 а что платят за расставление по полочкам 10 долларов в час а можно работать 40 часов и 50 нет но дело в том что они не хотят платить как бы тоже сверхурочные сверхурочные и там не больше 20 часов в неделю всего? да да так это они не сверхурочные не хотят платить это они бенефиты не хотят платить они не хотят, да бенефиты страховка медицинскую не хотят сверхурочные это когда больше 40 в неделю а до 20 это как бы они могут не давать медицинские страховки то есть 10 долларов в час но это грубо говоря 200 долларов в неделю вы могли зарабатывать да 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 Да, у меня получалось, что там очень мало фально на рент. Так вы, я-то знаю немножко дальше, там, коже, что мы сейчас на кухоньке там пообщались. Значит, вам не нравилась эта жизнь или нравилась, и вообще, какое у вас было ощущение, что вот я приехал, и думаю, нахрен мне это надо. Нет, не было такого? Было, было. Но, понимаете, такой характер немножко. Вот я решила, что надо все-таки пробиться. Несмотря ни на что, ни на какие сложности. Так. И, ну, просто вот эти первые полгода, они были очень тяжелые, но каждый день старалась там заниматься. Так. Сейчас света немножко, да. Я сейчас понимаю, вот если кто-то поедет, я сделала очень большую ошибку, пойдя в Таргет, именно потому что, ну, когда ты приезжаешь, ты вообще ничего не знаешь, никаких знакомых, никто ничего не подскажет. А на самом деле лучше всего идти в сферу обслуживания, такую, как, например, официанты. Так, а могут не взять же без языка? Ну, без языка, вот, бассер, это помощник, официант, там особый язык не нужен, потому что в сфере рестораны, кафе, там очень много общения. Да, живо так, живо, живо, живо. А здесь вот на самом деле без английского, ну, я не хочу просто оседать где-то в русскоязычных зонах, я считаю, без английского тут просто делать нечего. Если уж не сложилось выучить его в России, то надо выбирать такие вот профессии, где ты язык быстро выучишь. Значит, что произошло, друзья? Значит, она так полгода пожила, пожила в Америке, вот, и сорвалась обратно, куда, в Москву, в Ростов? Назад, домой, в Ростов. В Ростов сорвалась, даже уже не в Москву, сорвалась в Ростов, и говорит, хватит мне этой Америки, а это был год уже какой-нибудь там 15, конец 15 или 16? Это лето 16-го. Уже лето 16-го. Уже такой нерадужный доллар, то есть рубль нерадужный, с работой, может быть, не очень хорошо. Ну, чего вы там обнаружили после полугода в Америке, как вам Ростов показался? Ну, конечно, ну, отличаются страны, что скрывать? Нет, нет, не в этом смысле, но вы не ужаснулись и сказали, боже, а я-то думала, что это вот так хорошо, а это на самом деле гораздо хуже, такого не было в контрасте? Нет, нет, я, знаете, я вообще человек оптимист, я люблю Россию, мне нравится Россия, просто настолько разные страны Америка и Россия, настолько везде чего-то своего плюсы, где-то своего минусы, что я их никогда даже не сравнивала, они просто... Ну, хорошо, приехала и все хорошо. Да, там же родственники, там друзья, там же там свое. Отлично. Дальше, почему же вы, все-таки же вы вернулись обратно в Америку? Потому что полностью провалился мой план найти работу на достойную зарплату в Ростове, без связи, без ничего, это тоже как бы не получилось. Достойная зарплата, в вашем понимании, была что? Ну, в моем понимании, достойная это, конечно, от 1000 долларов, хотя бы, но я была согласна даже на 500, даже на 500. А нашли в итоге? А нашла на 200, вот так, 250. То есть, они не оценили вашего американского бэкграунда. Так, я понял. Ну, хорошо, то есть, на самом деле, как-то вдруг, это называется реалити-чек. Реалити. Да, значит, вы столкнулись с реальностью, почесали репу, подумали, ай, поеду в Америку. Ну, когда у тебя грин-карты, ты, конечно, надумаешь по-другому, у тебя всегда есть возможность поехать. Но все-таки, все-таки, вы от чего-то уехали, потом вы поехали снова. Да. А что вы себе думали о том, чтобы снова не оказаться вот в этом, из чего вы уехали? Вы какой-то другой план? Ну, вот именно в России. Нет, нет, в Америке. Когда вы ехали снова в Америку, уже возвращались второй раз, после Ростова. Когда я второй раз уже, естественно, возвращалась в Америку, я поняла, что первый раз это было настолько безрассудно ехать без плана в Америку. Ехать просто вот как будет, так и будет. Поэтому во второй раз, конечно, уже был план. Во второй раз я уже договорилась о работе. С кем? С компанией транспортной. Меня уже встретили в Чикаго в аэропорту. Ну, вы уже кого-то там знали. Да, да, да. Ну, естественно, из России я уже поняла, что я поеду зарабатывать деньги в Америку целенаправленно. Вот. Работа состоит в том, что ты доставляешь грузы, ты водитель. Ты ездишь из точки А в точку Б. Что такое, ты и водитель? То есть есть водитель, а есть вы как экспедитор какой-нибудь? Ну, в общем, ты экспедитор, да. Ты получаешь груз, ты его отвозишь. И это работа по территории Канады и Америки. За рулем водитель или вы попеременно? Нет, я сама водитель. То есть мы вдвоем, бригада из двух человек. Иногда один, иногда как Тим ездишь, да. Ну, а что, это маленькое что-нибудь там? Нет, например, пять палетов, какой-нибудь там двигатель везешь на Форд, завод. Подождите, а на чем? Ну, Mercedes Sprinter это такой, как бы, знаете, он еще не грузовик, но и не легковушка. Это большой, ну, типа как газель по-русски, но только еще больше. То есть это не просто платформа, на которую что-то ставят, а это там как бы с кузовом туда можно... Ну, Mercedes Sprinter это такая машина. Хорошо. Я просто не знаю такое. То есть это все-таки коммерческий транспорт. Да, это коммерческий транспорт. И вы на этом коммерческом транспорте и ездили. То есть там сзади вот можно там поспать, как вот в трагах бывает. Да, там есть зона, где твоя комната, даже кухня, и зона задняя, где, ну, багаж. Хорошо. Вот на этой работе, я понимаю, что это день и ночь, я понимаю, что это вы там, непонятно, если у вас вообще домашний адрес. Ты живешь в машине. Живешь в машине. Что вы зарабатывали, скажем, за месяц? Какой доход? Не так много, потому что простоев было много. Ну, где-то три с половиной вот так. Там 40 тысяч год, а три с половиной. Хорошо. Ну, если бы вы вдвоем, например, с мужем ездили, да, то вы бы тогда могли получать уже, там, скажем, 80 тысяч на двое. Тогда его уже у меня не было. Уже мужа не было. А вы что сказали себе? Я пока, это, воздержусь от другого замужца. Я знаю, что многие девочки, они когда разводятся, у них вот такое, им надо в себя прийти, они там говорят, а вот я тебя познакомлю. Я говорю, нет, 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 дайте от этого. Вы уже поднимали этот вопрос, Михаил. Да, бывают такие, что нужен какой-то жизненный период. Как долго вы тракером-то работали? Четыре месяца. А, всего? Да, да, у меня, ну, фирмы, знаете, закрываются, открываются. Закрылась фирма? Срослось, да. Итак, когда фирма закрылась, вы не пошли в другую такую же? Нет, я не пошла, потому что так получилось, меня туда, ну, тоже меня одну бы никто не взял. Получается, я устроилась благодаря своему знакомому туда. Окей. Так как, ну, в другую фирму я, конечно, могла бы пробовать, но я не настолько, на самом деле, героиня, чтобы... То есть вас кто-то привел, то есть знакомый вот нам привел. Да, да, чтобы самой... А знакомый появился, пока вы уже там полгода жили в Таргете, работали? Да, это из первого. Я понял, Галина, друзья, когда поживешь полгода в Америке, появляются знакомые. Тут самое главное, это самое интересное, когда ты начинаешь жить в Америке, это просто что-то невероятное. Знакомств, ну, вот, очень много. Где-то мне очень нравится этот американский стиль жизни, что здесь, ну, люди сделают это в удовольствие. Они знакомят очень легко. Они настолько, ну, это... То есть нет такой мысли сейчас, а что он хочет с меня поиметь? Да, здесь дело не в этом, а просто люди любят общаться здесь и просто рады помочь. И могут это позволить себе. Хорошо. Четыре месяца водили трак. Как давно это закончилось? Вот эти четыре месяца кончились, как давно? Это вернулась я в июне этого года в Чикаго. Так, июль, август, сентябрь, октябрь. Нет, июнь, июль я жила в Чикаго. Даже часть июля. Я полтора месяца, я приехала в Чикаго и устроилась, поняла, что всё-таки что-то не то. Я уже второй раз, вторую попытку делаю захватить Америку. Да. Но никак не идёт английский. Оле. И, естественно, никак этот язык у меня застопорился. Я решила, что всё, пора, пора. И пошла я работать кассиром на кассу именно в английский, ну, в американский магазин. Так. И вот месяц я... На кассе развиваешься в языке? Да, развиваешься, конечно, потому что тебе приходится, хочешь или не хочешь, уже начинать. Хорошо. Общаться с твоими. Так подойти, к нам-то вы как попали? Дело случая, дело случая. Ну, вы рассказываете, какой был случай? Работая, я ещё лифт рассваивала, это такси. Такси, да. Да, по чуть-чуть отработала, ну, на доставке. Так. Просто сняла видео на YouTube, мои друзья меня увидели, посмотрели мою нелёгкую жизнь. И они, как оказалось, ну, они не то, чтобы прям близкие друзья, просто, знаете, такое, друзья-друзей. Да, да, да. Когда-то... 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 Хорошо сейчас, он живёт в Валнут Крике. А, тут и рядышком, вообще. Вот, 60 миль отсюда и... Неужели так далеко? Да, да, 55 миль, не так близко. И приехала, в общем, я к ним вот так вот за неделю. И очень живёте сейчас? Ну, там история уже своя, с нас в Калифорнии, у меня своя история. Так. И вот вы уже сколько месяцев у нас, да, примерно? Нет, нет, я приехала в начале августа. Август, сентябрь, октябрь. Вот уже три с половиной. Понял. А учитесь вы? Курс я уже закончила, вот сейчас у нас клиренс. Я понял. То есть вы уже фактически на выходе. Да, да. Ну, есть ощущение, что вы так понимаете тестирование, что вам нравится вообще, что это так... Ну, так можно, можно. Мне это очень нравится. Это не то, что мне нравится, я вообще нашла свою семью, можно сказать, наконец-то в этой Америке. Понимаете, я нигде не могла найти себе место. Это вы фуллтайк классе. Я в экспресс классе. В экспресс, ага, хорошо. Несмотря на то, что я только, считай, 4 месяца назад с Чикаго начала говорить по-английски. Где-то, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И получается в школе, ну, тяжело, я не буду скрывать, это тяжело, когда... Ребят, если кто-то приедет сюда, учите сначала язык. Нет, ну, нас без языка особо и не берут. Индийский акцент, хорошо понимаете? Вот сейчас, да. Это очень важно. Благодаря тому, что я сидела все 3 месяца, вот, мой сосед был китаец. Вот первую неделю я его вообще не понимала. Абсолютно. Потому что он так, ну, он быстро говорит и со своим акцентом. Зато сейчас вообще, ну, пробу. Мой первый акцент, который я научился понимать, был корейским. Я работал в корейском центре и там преподавал немножко. Еще английского не знал, но уже... Вот, и вот там я начал понимать корейский акцент. Это был первый. А он как, китайский он отличается? Ну, отличается. Отличается. Я научился их внешне. Я не спутываю корейцев, например, с китайцев или с японцев. То есть я отличаю. А, ну... Вот, вьетнамцы от китайцев очень трудно мне. Хотя тоже иногда легко, иногда трудно. Вот они очень похожи. Ну, что же, хорошо. Так, давайте вот что сделаем. Ваши подвиги все еще впереди. У нас Олеся еще канал свой, она пока его убрала, потом вернет. Вы как работаете? Вы начнете работать, мы вам отдельно сделаем ангажемент. То есть мы покажем вас людям, и вы поделитесь уже впечатлениями. Вот, у нас все-таки человек такой вполне, да, может поговорить, потому что есть люди, у которых ты их слов не вытесешь. А тут, пожалуйста, нормально, крутится все время. Все крутится. Так, вот. Я всем хочу сказать, давай двигайся к детушке и не крутись. Но... Парит корректно. Значит, вы только знаете что? Вы на комментарии отвечаете, ладно? Там уж народ будет вопросы задавать. Может кто-то захочет познакомиться. Знаете, они все время вот, как видят девочку симпатичные, сразу знакомиться хотят. Вот. Будете знакомиться-то или пусть не беспокоятся? Нет, нет, знакомиться не будем. Друзья, не беспокоимся. Сейчас цель профессии новую получить. Ладно. Хорошо, давайте мы тогда, значит, так, у Валь правой рукой, а я левой рукой. Мы так сейчас помашем и скажем пока. Давайте. И три, четыре. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok